то мы сегодня будем с вами проходить. Мы будем говорить про оставшиеся видоизменения корней. Я думаю, что в общей сложности это займет минут 40, не больше. Итак, первое, о чем мы с вами поговорим, это второй вариант, следующая группа видоизменений, которая связана с дополнительной защитой. Здесь представлены два варианта развития событий. Первый – это корневые колючки. Такой достаточно не… лично для меня не классический пример. Не у всех растений образуются корневые колючки. На самом деле мало у кого они образуются. И гораздо более ярко представленный вариант – это, конечно же, контрактильные корни. Ну а теперь давайте подробнее о каждом варианте мы с вами поговорим. Первое, что мы с вами вспомним, это, конечно же, мирмекодия. Мирмекодия – это растение, которое является эпифитом. Причем это не просто травянистое растение. Это, на самом деле, древесное растение. То есть по классификации серебряков он будет относиться к древесным растениям, вернее, не к древесным, а к полудревесным растениям. Это полукусарник. При этом они эпифиты. То есть, как вы понимаете, у них там еще особые корни для закрепления на субстрате. Но самое интересное другое. У них такое видоизменение и стебля, и корни, которое плавно перетекает одно в другое. Значит, что мы видим? Значит, мы видим большую центральную такую разросшуюся часть, вот здесь и вот здесь вот особенно она хорошо видна, которая представляет из себя клубень. Сложно сказать, он там надземный, подземный, но так как это эпифитное растение, то явно это как бы надземный клубень. Такое клубневидное утолщение, расширение. И на этом клубне из придаточных почек образуются придаточные корни. Причем эти придаточные корни образуются двух видов. Значит, первый это, видите, такие светло-зелененькие корешочки. Это те, которые участвуют в закреплении на субстрате и, соответственно, в поглощении воды и минеральных веществ. А второй вариант корней, вот они. Это сразу одревесневающие корни, которые представляют из себя корни-колючки. Причем не все варианты мермикодии обладают именно корневыми колючками, но такое устройство, что вот этот утолщенный клубень и из него, значит, что-то там вырастает из каких-то почек с листочками, это у них у всех есть. Зачем вот это вот расширение? Казалось бы, клубня – это штука, которая нужна для запасания веществ. Окей, замечательно, только не у мермикодии. У мермикодии все это очень специфически выглядит. Если мы с вами разрежем мермикодию, то мы увидим, что весь этот клубень внутри изрезан полостями. Значит, в этих полостях живут муравьишки, поэтому они так и называются. А можно вопрос задать? В Олимпиаде была картинка с рубцами на стебле. Они же называются листовыми рубцами? Да, значит, листовые рубцы – это листовой рубец, это место прикрепления листа. На листовых рубцах есть листовые следы. Листовые следы – это, соответственно, виднеющиеся проводящие элементы. Вот, да. Так, продолжим еще раз. Значит, весь этот клубень изрезан вот такими вот ходами, в которых живут муравьишки. Как говорил мой младший брат, когда был маленький, он говорил, муяиськи. Значит, вот эти муяиськи, они там не просто живут, они, значит, там тусят, они там едят, они там, простите, гадят. И вот всем этим делом благополучно питается эта мермикодия. Потому что, да, если снаружи есть одревеснение, а внутри тоже вот эти ходы так слегка древесневают, но, тем не менее, там есть как бы живые клетки, которые могут всасывать вот эти вот разлагающиеся питательные соединения. И, как вы понимаете, там живут не только муравьи, но, конечно же, и куча всяких бактерий, которых на своих лапках приносят эти муяиськи. Вот. И, значит, из-за того, что происходит гниение, а гниение внутри этих полостей происходит за счет бактерий, которые принесли муравьи на себе, в итоге мермикодия получает питательные вещества. То есть, в принципе, наружные корни, которые живые, да, вот эти вот светло-зелененькие, они нужны только для поглощения воды и минеральных веществ. Даже можно не минеральных веществ, просто воду надо поглотить, и все. Потому что все оставшееся приносится муравьями внутри тебя. То есть, в тебе куча всякого разлагающегося биорганического мусора, и ты такой, о, ребята, ням-ням-ням. Самое интересное, что раньше считалось, что эти полости выгрызают сами муравьи. Последние данные показывают, что нет, это не так. Что полости образуются без участия муравьев. И как происходит? То есть, вот у нас есть некая монолитная часть этого клубня. Это поперечный разрез, да, у нас cross-section. Поперечный разрез. Сначала это полностью, ну, в основном паренхимная часть, да, и там по центру есть какие-то проводящие элементы. Ну, понятно, утолщенный клубень, короче, стебель. Постепенно, вот это у нас будет центральный цилиндр, да, паренхима первичной коры, которая представляет из себя самую массовую часть клубня. Какие-то клетки паренхима первичной коры начинают перерождаться в филоген. Что такое филоген? Это америстемок, из которого будет образовываться передерма. То есть, у нас очагово начинают возникать точки, в которых паренхима перерождается в филоген. Как только паренхима переродилась в филоген, этот филоген начинает образовывать филему и филодерму. И в итоге эти части начинают окружаться передермой. Все, что находится внутри этих частей, просто отмирает. И тем самым клубень мермикодий изнутри, сам в себе, начинает образовывать вот эти вот ходы. То есть, вот, посмотрите, да, вот эта вот точка образования филогена. Дальше в округе, в объеме, в шарике образовалась передерма. Все клетки внутри не получают в воду минеральные вещества, потому что передерма суберенизирована, и, соответственно, все внутри клетки дохнут. Вот так образуются эти полости. Вот, и, собственно, растение называется мирмикодия, потому что мирмики, да, муяийские. Вот такое вот интересное растение. Зачем же нужны корневые колючки, а чтобы никто особо не ел? Если мы с вами перейдем к предыдущему слайду, мы увидим, что, на самом деле, корневые колючки есть только вот на этой клубневидной части, там, где живут вот эти вот наши мио, мио, трин, тын. Не помню, сколько ножек у муравья. Короче, это муравей. Вот там, где живут муравьи, там, соответственно, все это одевается корневыми колючками. Верхняя часть, которая несет листья корневыми колючками, не одета. То есть там колючек практически нет. То есть смысл создания корневых колючек в том, чтобы тот, кто попытается съесть эту мирмикодию, не съел клубневидную часть, в которой живут муравьи, которые обеспечивают основной приток органических соединений. Вот такая вот интересная история. Следующее наше с вами видоизменение – это контрактильные корни. Значит, контрактильные корни встречаются у большинства луковичных, клубнелуковичных растений, у некоторых двудольных, у многих очень большого количества однодольных встречаются, и у некоторых корневищных двудольных, например, как у пионов. Что из себя представляют контрактильные корни? Это длинные, толстые, мясистые корни, которые обладают практически стопроцентным геотропизмом. То есть они растут вертикально вниз, и там большие проблемы с сегментацией на зоны. Там, конечно же, есть дифференциация тканей, но корневых волосков нет, потому что это не функция всасывания. Зачем нужны контрактильные корни? Это защита. Потому что подавляющее большинство луковичных, клубнелуковичных и корневищных растений предпочитают жить под землей. Если в условиях изменения ландшафта, того, что тебя лось разрыл или крот выкопал, твоя самая нежная мясистая часть оказывается на поверхности, то вероятность того, что ты не переживешь неблагоприятные условия, очень велика. Поэтому контрактильные корни втягивают растения, ну не растения, а в данном случае конкретную часть растений, втягивают конкретную часть растения под землю. То есть луковица глубже закапывается, корневище глубже закапывается. Но опять же скажу, не у всех корневищных растений есть контрактильные корни, потому что не всем это надо. Что это из себя представляет? Как это все происходит? Итак, у нас есть корень большой, толстый, мясистый. У них довольно большая и мясистая паранхима первичной коры. Потом и в этой паранхимии первичной коры запасается большое количество, в частности, крахмала. Все это запаслось. Дальше в какой-то момент возникает потребность в том, что нужно как бы втянуть. А как втянуть? Ты должен сократиться в длину и как бы прижать к себе луковицу. То есть вы, как корень, должны поиграть с осматическим давлением. Тут вот эта информация скорее для 10-11 класса. Вспоминаем водный обмен, осматическое давление, водный потенциал. Вся вот эта история. Что происходит? Вы резко начинаете разрушать крахмал. Вы резко изменяете свое осматическое давление относительно окружающих клеток и относительно луковицы, например. И из вас, как из контрактильного корня, должна выйти вода. То есть у вас здесь, например, много воды. Когда вы собираетесь стать контрактильным корнем, то есть уменьшиться в длину, нужно сделать так, чтобы вся вода из вас вышла. Куда она пойдет? Наружу она пойдет? Или она пойдет в саму луковицу или корневище, что, конечно же, выгоднее? Это уже второй вопрос. Чаще всего, конечно, все это уходит в луковицу. Ну, то есть в тот запасающий орган. И для того, чтобы это сделать, нужно резко и быстро изменить свое осматическое давление. Поэтому это будет связано в первую очередь не с анатомическими метаморфозами, а с физиологическими метаморфозами. То есть там в определенный момент начинают играть специфические гены. Вот посмотрите. Это корень лилии. Если мне не изменяет память, или не лилии, я не помню, ребята. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, это не лилии я. А что из филогена образуется? Так, только не филоген, а филоген. Из филогена образуются филема и филодерма. Сейчас нарисую где-нибудь. Да, сейчас. Так, мне не хочется перелистываться, поэтому, пожалуйста. Вот, давайте нарисую еще раз. Значит, филоген. Филоген – это вторичная меристема, которая образуется чаще всего из клеток паранхимоперевочной коры или из перицикла. Наружу от себя она откладывает филему. Филема – это непосредственно пробка. А под себя она откладывает филодерму. Филодерма. Значит, филодерма – это живая ткань. Филоген – это живая ткань. Филема – это дохлая ткань. Дохлая, потому что ее клетки полностью субернизированы. В общем, внутри там все погибло. Все вместе филема, филогена, филодерма называется перидерма. А пробкой называется только филема, потому что апробковела только она. Надеюсь, я объяснила. Итак, короче, это некий корень какого-то корневищного тудольного. В жизни я не вспомню какой, потому что я не помню, откуда я взяла эту картинку. Смысл в том, что вот это корень обычный того же самого растения. А вот так вот выглядит контрактильный корень. Посмотрите внимательно на размеры клеток паренхимопервичной коры. Они больше. Они больше за счет того, что там они специализируются на создании, как это называется, на создании крахмала. Ну, в смысле, на запасании крахмала. И после того, как происходит сжатие, посмотрите, вот видите, тут наружные клетки, они не ровненькой, кругленькой формы, да, а такие все подсплющенные. Это происходит из-за того, что произошло контрактильное изменение, да, изменение осматического давления. И тургор клеток наружных, соответственно, меняется, то есть становится намного меньше. А можно про амилопласт. Что про амилопласт, Кирилл, вы хотите от меня узнать. Давайте, желательно, ну, либо напишите, либо скажите вслух. Так, еще раз. Контрактильные корни почти у всех луковичных, клубнелуковичных растений, у очень большого количества однодольных растений и у некоторых корневищных растений двудольных, в частности, там, у пионов и так далее. Напомните, а то я забыл. Итак, амилопласты – это особый тип пластид, в которых запасается крахмал. Чаще всего амилопласты встречаются либо в запасающих органах, и неважно, это видоизмененный корень или видоизмененный стебель, да, или же практически у всех растений амилопласты встречаются в клетках колумелы, в корневом чеклике, и там они играют роль гирик, которые обеспечивают понимание растениям вектора гравитации. Еще раз, они специализируются на запасании крахмала. Так, следующая наша группа видоизменений – это, конечно же, дополнительная опора. К дополнительной опоре относятся четыре вида изменений. Значит, это досковидные корни, это ходульные корни и это корни прицепки. И, конечно же, корни подпорки. Главная задача всех этих товарищей – либо зацепиться за опору и удержать тело растения, либо помочь растению не менять свое положение, если субстрат непостоянен. Самое интересное, что, несмотря на то, что они выполняют одну и ту же функцию, в принципе, анатомическое строение у них зачастую очень-очень разное. Итак, первое, о чем мы с вами поговорим – это досковидные корни. Значит, досковидные корни встречаются у энного количества тропических растений. А самое интересное, что я… Сейчас сразу перелистну на следующий слайд. Это береза, которую я встретила в Битцевском парке. Посмотрите, пожалуйста, на основании этой березы. Это же классические, но не супер ярко выраженные, но это же классические досковидные корни. Я долгое время считала, что досковидные корни – только вот эти классические фотографии, вот эти все ленточки, вот это все. Нет, нет, еще раз нет. У нашей бихоски, если очень-очень надо, тоже можно это все встретить. Чем характеризуются досковидные корни? Они характеризуются неравномерным утолщением. То есть, когда у нас от стебля, вот у нас стебель, начинает отходить этот вот досковидный корень, у него происходит неравномерное утолщение. Та часть, которая дальше от стебля, будет утолщена намного сильнее, нежели чем та часть, которая будет близко к стеблю. За счет этого мы, а, не перерасходуем средства, а с другой стороны мы обеспечиваем ту самую механическую опору, нужную нам. Потому что если бы у нас конструкция была противоположной, то есть утолщение было бы с внутренней стороны корня, с этой стороны, это была бы менее устойчивая конструкция, нежели чем то, как это происходит. Сразу скажу, что те растения, которые обладают досковидными корнями, по тем или иным причинам, у них сам стебель, сам ствол не очень толстый, а крона при этом довольно мощная. При этом я уверяю вас, если вы выйдете в свой двор и где-нибудь найдете березу, у кого-то вы встретите досковидные корни, а у кого-то нет. Все зависит от тех условий, в которых развивалось данное дерево. Просто у кого-то это образуется всегда и железно, а растения нашей полосы, они как бы, если не надо, то образовывать они это, конечно же, не будут. Следующая группа – это ходульные или воздушные корни. Сейчас мы поговорим про растения, которые называются ризофора. Когда я стала читать англоязычную литературу, я столкнулась с тем, что у них нет такой жесткой градации, как у нас. Потому что если мы откроем нашу Людмилу, уважаемую, а почему у меня есть карандаш? Я вас поздравляю. А, почему вы можете рисовать? Там как-то можно это подключить, да, что вы можете рисовать вот на этом деле, да. Не знаю, как это можно сделать. Да, я тоже могу. Ну, окей, хорошо. Так, продолжаем. В англоязычной литературе есть определенные отличия от нашей терминологии. Да, я поздравляю, что у вас есть карандашики, только, пожалуйста, давайте вы не будете рисовать. Если я попрошу, можете. Кстати, хорошая идея, но потом. Дубль три. В англоязычной литературе есть расхождение с нашей терминологией. А почему? А вы читаете книги на английском языке? Да, я читаю не книги на английском языке, а я читаю англоязычные статьи. То есть если я ищу... Господи, понял. Когда я готовлюсь, все мои лекции, все мои презентации, им уже где-то... Ну, я их сделала, по-моему, два года назад. Но понятно, что перед каждым семинаром я готовлюсь заново, я пересматриваю свои презентации и что-то доделываю. И мало подобрать картинки внешние, да, важно еще подобрать картинки с анатомией. Наш русскоязычный интернет не очень богат поперечно... как это... фотографиями поперечных срезов. Поэтому, естественно, я на англоязычной, на английском языке забиваю то, что я ищу. И, собственно, вот та статья, которую мы сейчас будем обсуждать, и те фотографии, которые приведены из этой статьи, вот все вот на этих слайдах, я их взяла из статьи женщины. Она работает, по-моему, то ли в мексиканском вот саду, то ли еще где-то на Нуза Доминезес. Это статья 2005 года. И, собственно, в чем интерес? В том, что наше понимание жесткой градации, там, ходульные корни, корни подпорки, воздушные, тра-та-та-та-та-та, у них в англоязычной литературе это все как-то немножечко плавно перетекает друг к другу. Потому что если вы помните, кто такие воздушные корни? Значит, есть воздушные корни, а есть дыхательные корни. Дыхательные корни – это пневмотофоры, мы их с вами обсуждали. Это с отрицательным геотропизмом, ребята, это все, значит, мы с вами вспомнили. Воздушные корни – это у эпифитов, снаружи которых есть виламин, то есть это особая анатомическая структура. Вот когда я читала статью вот этой на Нузы, я, надеюсь, что я правильно читаю ее имя, они называют вот эти вот корни, ходульные корни резофоры, они называют почему-то воздушными корнями. Я не знаю почему, но это не в одной статье указано. То есть это энное количество статей. Короче, дело в том, что у резофоры, а этот пример я вычитала из учебника Людмилы Ивановой Лотовой, да, классические ходульные корни, но с анатомической точки зрения они очень-очень странные. Ну, во-первых, резофора – это растение, которое составляет мангровые заросли. И у нее очень специфическая есть структура. Это семена с живорождением. Что это? Эти корни ходят, да, ходят. Нет, потому что они как ходули. Значит, у резофоры есть живорождение. Не у всех, у подавляющего большинства растений этого нет, но им это нужно, потому что у тебя нет времени на прорастание. Потому что если ты семечка, и ты упадешь в это болото, то, скорее всего, тебе будет недостаточно кислорода, и ты не сможешь нормально прорасти. Ты загниешь. Потому что уровень толщи воды в этих мангровых болотах, он довольно высокий. Да, они могут и расти на приливно-отливных зонах, но тем не менее, если семя упадет в воду, там с кислородом проблема. Это не проточная вода зачастую, это застойная вода. Поэтому количество кислорода там маленькое. Поэтому они вынуждены пользоваться живорождением. То есть они образуют семя, вот это тело семени, и в какой-то момент, когда полностью семя напитывается минеральными веществами, зародыш начинает сам прорастать. Как только вот эта вот штука достигнет... Вот посмотрите на эту фотографию. Вот они свисают, вот эти проросточки из семян. Как только они достигнут почвы, воды или ила, неважно, они отделятся от мамки и будут самостоятельно жить. Тем самым обеспечивается равномерная поросль вот этой резофоры. Но перейдем непосредственно к ее ходульным корням. Вот это вот госпожа Денануза. Что она показала? Во-первых, у резофоры вот эти ходульные корни, они делят на корни двух видов. Они их называют прямо резофорами. Я не знаю, почему так, но вот они называют их резофорами. Значит, что мы видим? Мы сейчас смотрим на вот эту вот фотографию. Значит, вот это исходный ствол. От исходного ствола отходит резофора второго типа. Ну, короче, вот эта вот ветка. И от этой ветки, когда она достигает субстрата, начинают активно отходить те самые ходульные корни. То есть, если мы с вами возьмем классическую фотографию вот этих зарослей, то окажется, что то, что мы принимаем за ходульные корни, вот эти вот длиннющие палки, вот это вот все дело, на самом деле это не ходульные корни. На самом деле это ветви. Это стебли с положительным геотропизмом, которые не образуют листьев. И при контакте с почвой они образуют большое количество предаточных корней. То есть, то, что мы думаем и называем ходульными корнями, на самом деле, вот это особые структуры, которые в статье называются резофорами. То есть, это стебли с положительным геотропизмом, которые не образуют листьев. Когда я это прочитала, в моей голове произошел просто слом системы, одищенский совершенно слом системы, потому что, как бы, ну, чем отличаются корни от листьев? В смысле, корни от стебля, типа, корень не образует листьев. На корне вы не увидите листовых рубцов. И ты такой читаешь эту статью и думаешь, что, как дальше жить, алло. То есть, получается, что эти ветки, которые на этих картиночках обозначены как RH2, резофора 2, их можно отличить от стебля только по анатомии, только сделав поперечные срезы и посмотрев на расположение ксилемы относительно фрейма. То есть, только по стелле вы можете отличить одно от другого. Дальше. Более того, могу сказать, что это эволюционное приобретение. Эти ветви, или по-другому они в статье называются резофорами, или корневыми ветвями, они аналогичны тем структурам, которые возникали у древних папоротников. Древних папоротников, которые очень часто жили на болотистых почвах. То есть, это такое возникло, но очень-очень давно, и почему-то осталось вот у этих мангровых чуваков. Почему? Потому что те же сходные условия. Если эволюция это придумала, почему бы это дальше не использовать? Вот. А мы вспомним, да, что у папоротников листья просто так не образуются. Чаще всего там одна точка роста, из которой вот эти вот ваи потом образуются. Возможно, именно поэтому в эволюционном смысле на этих как бы корневых ветвях, да, вот этих вот резофоров типа два, вот на этих, да, не образуются листьев, да, потому что у папоротников они не могли образовываться так, да, потому что там другой, другие точки роста листьев. Вот. И еще одна очень интересная штука, что вот эта вот корневая ветвь, которая, соответственно, отходит на конце, имеет такую коричневую шапочку. Вот она, коричневая шапочка. Это не корневой чехлик, это передермальная шапка. Почему их называют еще корневыми ветвями? Потому что они фактически создают аналог корневого чехлика. Хотя по анатомической структуре они не являются корнями. То есть корень от листа не отличить. Прикольно. Нет, Рома, отличить корень от листа только при помощи анатомического среза. Если ты не сделаешь анатомический поперечный срез, ты корень от листа не отличишь. Ну, по крайней мере, здесь точно. Собственно, переходим на следующую картиночку, на следующий слайд. Это я тоже взяла из этой же статьи, где приведены анатомические срезы каждой части. Итак, сначала мы смотрим вот сюда. Мы с вами смотрим вот на этот срез. Значит, что это такое? Это поперечный срез вот этой корневой ветви. Пардон, извините, неправда. Вот он, вот эта вот корневая ветвь. Что мы здесь видим? Давайте внимательно присмотримся. Значит, как должен выглядеть проводящий пучок у корня? Это должны быть непрерывные лучи, непрерывная сеть ксилемных элементов. Как вы видите, здесь никакой непрерывной сети нет. Здесь отдельные вкрапления ксилемных элементов, отдельные точки, в отличие от вот этого среза, где ксилема оказывается монолитным слоем. То есть здесь у нас коллатеральные проводящие пучки. Вот они, коллатеральные сосудистые пучки. Вот они, коллатеральные сосудистые пучки. Когда происходит, может происходить вторичное утолщение, то мы смотрим на верхнюю картиночку. Вот у нас первичная ксилема, первичная ксилема. Здесь вот это вот тяжи вторичные ксилемы. Вот здесь вот будут комбиальные элементы. Упс, парадон, присъехала. А на самом верху, видимо, здесь не очень хорошо видно, на самом верху будет находиться флоемные элементы. То есть первичная ксилема, первичная ксилема, вторичная ксилема. Вот здесь вот чуть-чуть как амбия, и наверху синеватое, это, соответственно, вторичная флоема. Так как это деревья, то корни могут прибегать к вторичному утолщению. Еще раз, это все корневая ветвь. Как только корневая ветвь достигает субстрата, она начинает выпускать те самые ходульные корни, которые непосредственно корни. Вот анатомический срез ходульного корня. Значит, что мы видим? Во-первых, мы видим гигантскую площадь паренхимы, кортикальной паренхимы. Ну, там где-то эндодерма, что-то там, нас это не интересует. А самое главное, мы видим большое монолитное кольцо ксилемы. Не отдельные точечки, как здесь, а единое монолитное кольцо. Это нам говорит о том, что это непосредственно истинный корень. Снаружи мы видим толстую, достаточно толстую перидерму. И также этот проводящий пучок, он способен ко вторичному утолщению. Посмотрите сюда. Вот элементы. Вот первичная ксилема, первичная ксилема. От первичной ксилемы отходит паренхимный луч, паренхимный луч, паренхимный луч, и между ними объем вторичной ксилемы. Ну как, понятно? Вопросы? Люди? Алло, вы живы там? Все понятно. Так, хорошо, шикарно. Но это конкретно, если мы говорим про резофору. Это у нее такие изощрения. Но вообще ходульные корни довольно часто встречаются. И сейчас мы увидим следующее растение. Классические ходульные корни у кукурузы. Причем вы должны вспомнить, мы когда с вами говорили, а можно про этот рез рассказать еще раз? Про какой арино-срез еще рассказать вам? Там их как бы несколько было. Последний. Хорошо, давайте еще раз расскажу. Пожалуйста. Так, еще раз то же самое. Значит, вот это все корень. Снаружи у корня вы видите передерму. Это передерма. Почему вы можете понять, что это передерма? Потому что если вы видите вот такой вот прозенхимной формы клеточки, которые располагаются ровными рядами друг по другу, вы явно понимаете, что это работа одной инициали от камбия. То есть вот у нас слово инициаль, надеюсь, понятно. Инициаль, да, это камбиальная клетка, которая будет делиться и ровно там под собой или над собой будет образовывать точно такие же клетки-клоны. Так можно идентифицировать вторичную ксилему, вторичную флоему. Это, видите, ровные инициальные ряды. Также можно инициировать передерму. Здесь, в принципе, видно, что это ровные ряды. И понятно, что это снаружи. Значит, какая-то покровная ткань. Явно не резодерма, явно не экзодерма. Остается только передерма. Вот и все. Дальше весь этот объем. Понятно, что это у нас паренхема первичной коры. Дальше здесь где-то там эндодерма, перициклы. Мы здесь этого не видим. Ну, просто не такое разрешение. И остается вопрос. Стебель это или корень? Значит, нас, конечно, может смутить вот эта вот центральная часть, но, предположим, ее нет. Ну, то есть мы на нее не смотрим. Потому что она может как быть в корне, так и в стебле. Значит, если бы это был стебель, то мы бы видели, как вот на этом срезе отдельные вкрапления ксилемных элементов, имитирующих проводящие пучки. Ну, то есть отдельные, коллатеральные, там, не важно, какие проводящие пучки. Здесь же мы видим монолитный слой ксилемных элементов. Мы не видим, выступают ли они в виде звездочки или нет. Опять же, мы не видим это потому, что разрешение недостаточное. То есть если бы это было ближе, я думаю, что в верхней части мы бы их увидели. Но так это не видно. Это монолитный слой ксилемных элементов, который, скорее всего, говорит нам о том, что это корень. Также этот корень может удолщаться. И тогда мы увидим вот такую структуру в приближении. То есть это вот в разрезе при вторичном утолщении. Мы видим, вот она, первичная ксилема. От нее отходит паранхимный луч. Первичная ксилема, от нее паранхимный луч. Первичная ксилема, от нее паранхимный луч. Между ними находится толща вторичной ксилемы. Как мы еще можем понять, что это вторичная ксилема? Посмотрите, пожалуйста, на инициальные лучи. То есть мы явно видим, что клетки, образованные одной инициалью, они примерно одного и того же размера и находятся друг по другу. Это нам в частности говорит о том, что это вторичная ткань. Ну, в данном случае она окрашена красным, поэтому вторичная ксилема. Так, следующие наши с вами ходульные корни – это кукуруза. Это очень часто встречается. Практически у всех кукурузин образуются ходульные корни. И более того, они особые. Они надузловые ходульные корни. То есть это предаточные корни, нициали которых образуются надузлом. Это классический пример надузловых предаточных корней. Они зелененькие. Возникает вопрос, как так корень зеленый? А зеленые они потому, что они располагаются на свету, и их пластиды метаморфизируются в хлоропласты. Поэтому, да, корни могут фотосинтезировать, если они соприкасаются со светом, потому что пластиды любят свет и делают хлорофилл на этой базе. Что из себя представляют ходульные корни кукурузы в разрезе? Это фотография 1961 года, то ли 1969, что-то в этом роде. Видите, она как бы склеена из отдельных кусков. В общем, такая старая-старая фотография. К сожалению, я не вставила сюда ссылку на статью, из которой я это взяла. Значит, что мы с вами видим? Мы с вами видим сердцевинную паранхему, сердцевинную паранхему корня. Мы с вами видим широко просветные метоксилемные элементы. Почему метоксилемные? Объясните мне, почему это метоксилема, а не вторичная ксилема? Зайки, почему это метоксилема, а не вторичная ксилема? Объясните мне. Сейчас вы должны вспомнить систематическое положение кукурузы. Зайки мои. Ну? Она однодольная. Молодец. Да, Андрей поднял руку. Спасибо вам большое. Да, совершенно верно. Оно однодольное. А однодольность... А трипофобы это кто? Трипофобы это те, которые... Моясни дырок, да. Как лотося. Да, 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 да. Так, вот. Кукурузина это однодольная. Однодольная не является, не способна по вторичному утолщению. Ну, в смысле, конкретно однодольная не способна по вторичному утолщению. Поэтому самые большие дырки явно будут относиться к метоксилеме. Да, скорее всего, вот этот слой клеток наружный, это у нас эндодерма, под ней перицикл. И вот она у нас паренхима первичной коры. И в паренхиме первичной коры образуются большие просветы аэронхимные. То есть часть клеток остается в функции запасания, но большая часть клеток лизируется, образуя аэронхимные просветы. То есть на самом деле здесь паренхимная кора представлена аэронхимой. Небольшое количество клеток витальных остаются снаружи, и, скорее всего, здесь будут находиться хлоропласты. Поэтому мы видим это все зеленым. Возникает вопрос, зачем аэронхима? Потому что тем самым, с механической точки зрения, протоксилема менее просветная, чем мета, только не мета, а мета. Да, протоксилема более мелкопросветная, метоксилема более широкопросветные сосуды. Значит, вы трава, вы не можете образовывать вторичное утолщение. Окей, но какой смысл ходульных корней? Окей, я высокая кукурузина, у меня на башке початок такой, значит, свисает. А пока не початок, там, значит, вот эта волосня торчит в виде пестиков. Это все, конечно, шикарно. А потом я из себя вообще сделаю плод, да, и у меня будет на этом как бы початок, у меня метаморфизируется, там будет куча-куча этих зерновок. Окей. Самая максимальная масса у меня будет находиться наверху. С точки зрения конструкции это, ну, такое себе. Поэтому мы должны максимально низ сделать устойчивым, но при этом гибким, мобильным. Если вы сделаете там деревянные вот эти вот ходули, ну, такое, да. Поэтому вспоминаем предыдущую резакору. У нее в этих ходульных корнях большой объем первичной коры, потому что там клетки живые, и они могут сминаться, да, они могут как бы придавать гибкость. Единственное, где там жестко, это посередине, потому что там может вторичное утолщение образовываться, но при этом паранхима первичной коры гигантская. Здесь пошли по другому пути. Здесь пошли по пути не очень большой паранхима первичной коры, но при этом она становится с полостями, там появляются дырки. И в итоге, когда происходит давление, какие-то эти как бы аренхимные каналы могут схлопываться, но при этом конструкция полностью не согнется. Это обеспечивает, с одной стороны, механическую прочность, потому что не надо забывать, что вот здесь, извините, у нас по кругу куча ксилемных элементов, и вот это, скорее всего, центральная часть тоже в склеренхиму превращена. А снаружи у нас все это гибко. Поэтому вот такой вот вариант ходульного корня. Другой вариант – это наша прекрасная сосна. У сосны очень часто проявляются ходульные корни, потому что сосны – это растения, которые часто произрастают на песчаных или полупесчаных, или каменистых почвах, и там очень важно удерживаться. То есть здесь, как вы понимаете, ходульные корни будут не за счет аренхимы сделаны, а за счет жесточайшего вторичного утолщения. И как вы понимаете, то есть представьте себе, что уровень пляжа, уровень, да, был вот таким вот, песочек был вот посюда. Но иногда, когда ходульные корни очень сильно развиваются, вот, собственно, у мангровых зарослей так происходит, то есть вот у нас, например, исходный стебель, вот он исходный стебель, да, от него пошли ходульные корни, ходульные корни, ходульные корни. И потом в какой-то... А вот здесь вот у нас, значит, лютики, цветочки, в общем, листочки, да, художники, это все такое. В какой-то момент объем ходульных корней становится таким большим, что часть стебля, самая старая часть стебля полностью отмирает. Собственно, возможно, у этой сосны произошло то же самое. То есть, может быть, уровень почвы был, когда она начала прорастать, был где-нибудь вот здесь вот. Но эти ходульные корни образовывались, 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 и потом стало ясно, что, ну, вот эта часть совершенно спокойно может отмереть безболезненно. Может быть, так и произошло. У мангровых зарослей это происходит часто. Может быть, у сосны тоже это могло произойти. Всякое бывает. Ну, может быть. Так, следующая наша с вами особенность. Ну, пожалуйста. Вот. Это еще одна история захватывающая. Это ходульные или воздушные корни фикуса эластика. Ой, ребята, я забыла, как по-русски это называется. Загуляйте, пожалуйста, как называется фикус эластика. Короче, здесь тоже терминологическая бомба, потому что в статье, которую я читала, и которую я, соответственно, сейчас буду вам показывать, говорится, какой красивый мост. Да, да. Дело в том, что этот мост образован видоизменениями корней фикуса эластика. Это живые мосты. То есть вы можете загуглить живой мост. Есть в Индии целые этносы. Фиус каучуконосный, да, спасибо. Целые этносы и народности, которые строят, то есть у них в культуре строить вот эти вот подвесные мосты, живые мосты. То есть, да, здесь сейчас выложено все вот камушками. Но основа сделана за счет вот этих вот воздушных ходульных корней фикуса эластика. То есть, как вы понимаете, если мы посмотрим на нижнюю фотографию, вот основной ствол фикуса, вот основной ствол, вот он, основной ствол, и вот они так вот сплетают эти живые мосты. И, как вы понимаете, это максимально долговечная конструкция. А у нас найти такие можно? Нет, нельзя, потому что фикус эластика у нас, на наших широтах не произрастает. Это все-таки тропическое. У нас как бы нет условий, как в Индии. Ну, то есть, наверное, можно его посадить где-нибудь в Сочи. Это люди сплетают. Да, совершенно верно. Это люди сплетают, да, основу. То есть на создание такого моста может ухватить десятки лет. Но, как вы понимаете, потом, если дерево не погибает, и даже если оно погибнет, в сплетении данного моста участвуют энная коллективная, ну, там, 2-3 дерева с разных сторон. И, соответственно, это долговечная конструкция. А вдруг это заговор, и фикусы сами дорожку из камней выслали? Нет, я, конечно, понимаю, что растение умное, но не настолько. Так вот, в чем здесь терминологическая бомба? В том, что, как я поняла из статьи, что они считают, что у фикуса эластика воздушные корни по аналогии с эпифитами. Но это не так. То есть то, что мы в нашей литературе называем воздушными корнями с веламином снаружи, это не то, что вы увидите у этого фикуса эластика. Поэтому я, конечно, написала в скобочках вот эти вот воздушные корни, но это по англоязычной литературе. По нашей литературе у него ходульные корни, и по анатомии это тоже будут ходульные корни. Да, кстати, посмотрите, пожалуйста, про этот фикус эластика. Вот, собственно, как выглядит фикус эластика. У очень многих товарищей он растет как у дома, в общем, комнатное растение. У вас там картинка с цветком в горшке. У меня тоже такое есть. Да, у вас тоже такое есть, потому что это очень часто распространенное, как домашнее комнатное растение. И вот эта вот картиночка, которая рядом, анатомическая, мы с вами про нее будем говорить, когда будем говорить про анатомию листьев. Это дело в том, что в листьях у фикуса эластика есть включение кристаллов кальция, и там образуются особые клетки, поэтому листья этого фикуса очень жесткие. Вот, поэтому если у вас есть такая штука, можете вскрыть ее, посмотреть, сделать поперечные срезы. Ну, в общем, продолжим. Значит, что с точки зрения анатомии? Как выглядят вот эти вот ходульные корни у фикуса эластика? Значит, а зачем? Затем, чтобы... Значит, зачем вот эти вот кристальчики для механической прочности и как депо кальция? Вот, потому что скорость обмена веществ, разложения и поглощения всего, что находится в почве, в тропических листах, очень быстрая. А если тебе нужно много кальция, а как вы помните, кальций – это клеточные стенки и прочность клеточных стенок, а ты собираешься делать гигантское количество вот этих ходульных корней, сколько кальция тебе понадобится, то можно это все забасать в листьях. А к тому же это жесткость листовой пластинки, и, соответственно, есть проблема, что если у тебя как-то схлопнется, захлопнется листовая пластинка, то ты потеряешь фотосинтетическую поверхность. Долго еще будет идти занятие? Да нет, на самом деле скоро закончим. Итак, что у нас в анатомии? В анатомии этого корня что мы видим? Значит, конечно же, это все сопровождается вторичным утолщением. Да, кстати, это японцы написали эту статью в 2009 году. Значит, что у них снаружи? Снаружи передермальные элементы, дальше какие-то, значит, элементы, это, соответственно, у нас будет все флоэма. Да, и ближе к периферии красноватые – это механические флоэмные волокна. Весь вот этот вот объем гигантский – это у нас будет вторичная ксилема. Да, и вот здесь вот давайте следить. Раз, два, три, вот это вот вся история, вот эти вот наши лучики, соответственно. Это первичная ксилема. Здесь сохраняется сердцевина, паранхима сердцевины корня, или там сердцевинная паранхима корня. Дальше. Вот они пошли, первичные лучи, вот они, соответственно, эти лучи. И что самое интересное? Да, конечно, большой объем вторичной ксилемы. Да, конечно, надо быть жить прочным, но при этом надо быть гибким. Это не досковидный корень, в котором главное быть твердым. Надо быть твердым, но при этом гибким. Поэтому у них образуется, вот здесь это все голубеньким покрашено, посмотрите внимательно, они называют это, о господи, ребята, это фиброзные волокна, вот как они это называют. То есть такие, это структуры, это клетки, они живые, и они могут быть подвергнуты как бы сплющиванию. Поэтому, значит, что мы здесь видим? Значит, вот это V, это у нас сосуд, вот это клетки паренхимы, а как вы понимаете, паренхимные клетки, это живые клетки. Так, кто у нас там в чат написал? А мы как называем? Так, сейчас скажу, как мы называем. Значит, еще раз, да, это сосуд. Ну вот, например, да, вот он сосуд. Ой, вот он сосуд. Да что ж такое? Не получается мне его красиво нарисовать. Сосуд. То есть если бы наложение, отложение вторичной ксилемы было нужно для того, чтобы проводить больше питательных веществ, то тогда бы концентрация вот этих гигантских дырок, то есть гигант, трахеи, да, членников трахеи, просветов, была бы больше. Здесь их мало, что говорит нам о том, что отложение вторичной ксилемы нужно для механической прочности. Но не просто для деревянной прочности, а для гибко-деревянной прочности. Поэтому концентрация и количество проводящих элементов максимально снижена, объем витальных элементов сильно увеличивается. И эти витальные элементы делятся на две категории. Значит, первое – это просто паренхимные клетки. Здесь они обозначены буквой П. И они у нас здесь окрашены в такую как бы сереневато-красноватую штуку. То есть это паренхимные механические элементы. Да, они живые, но при этом у них часть живая, а часть будет с отложением лигнина. Так как она здесь покрашена розоватым, поэтому это, скорее всего, с отложениями лигнина. Но, как вы видите, это тоненькие прослоечки. И эти тоненькие прослоечки чередуются с абсолютно живыми клетками. Мы их будем называть фиброзные волокна. Так и будем называть фиброзные волокна. И там запасается крахмал. Там может запасаться либо крахмал, либо какие-то углеводы. Но в любом случае это живые клетки с гигантской, иногда чаще всего с гигантской выколею или с отложенными. Или с отложением крахмала. Тут по-разному говорят. Но это живые клетки, которые могут быть подвергнуты компрессии какой-то. И в зависимости от того, как изгибается этот корень, а вот давайте посмотрим на предыдущую фотографию, вспомним, что здесь все изгибается во всех каких угодно направлениях, потому что из этого строят живой мост. Да, я сохраняю вот эту зигазульную, соответственно, структуру, но при этом я механически устойчивый. Потому что у меня много паренхимных, ксилемных волокон механических. Все это чередуется с желешечкой. Короче, у вас там железо, желешечка, железо, желешечка. Эта структура прочная, но при этом гибкая. Вот такая вот интересная структура, из которой делают вот эти вот живые мосты. Следующее наше видоизменение – это корни подпорки. И это баньян, и это тоже фикус бенджалензис. Ребята, плохо у меня с латынью. Он баньян, но он все равно фикус. Вообще фикусы изобретательные на всякие изменения. В чем здесь фишка? В том, что я хочу быть гигантским деревом. Не высоким, а супершироким. То есть на самом деле исходно, если посмотреть на эту фотографию, там вот стволик где-нибудь вот тут вот. И он такой маленький-маленький, худенький-худенький. Но у него ветви, как бы вот мы проросли, да, вот я фикус, я пророс, а дальше я начинаю делать ветви глубоко вбок. Потому что я хочу быть не высокой, красивой пальмой, а я хочу быть маленьким, приземистым, но широким. Деревом с срачанной кроной. На правой картинке бонсай, да, совершенно верно. Он заражен вирусом или грибочком, по-моему, грибочком. И здесь все равно образованы эти корни подпорки. Так вот, смысл в том, что корни подпорки образуются из... То есть это предаточные корни, которые отходят от ветви. И когда они достигают почвы, они превращаются... Ну, там дальше начинает развиваться мочковатая корневая система. Все прекрасно, замечательно. И питательные вещества, которые поглощает мочковатая корневая система, созданная вот конкретно этой итерацией корни подпорки, поставляют питательные вещества сразу в ветку. И именно поэтому, если вы приглядитесь, толщина ветви на периферии больше, чем толщина ветви в месте отхождения от главного ствола. Потому что эта часть ветки получает больше питательных веществ, нежели чем вот эта часть ветки. Ну, просто вот эта все еще пытается соотноситься с главной корневой системой, а эта часть ветки получает питательные вещества уже вот из корневой системы, которая образована вот этой вот итерацией корней подпорки. Вот такая вот интересная история. В принципе, на самом деле, немного у кого встречается. Ну вот. И последняя история. Вот это часто встречаются. Корни прицепки. Это привет всем лианам или полулианам. Вот в данном случае это Текома Ретиканс. Наш прекрасный плющ, конечно же, тоже хедера, тоже корни прицепки. Это придаточные корни. Они чаще всего подузловые. Просто такая всегда образуется маленькая щеточка. Они не толстые, то есть они не длинные, они коротенькие. И максимально так вот зацепиться. Это, конечно, не означает, что они не участвуют в поглощении воды и минеральных веществ, но практически нет. И главная задача зацепиться за опору. Ну а последнее, о чем мы с вами поговорим, это запасание питательных веществ в корне. Значит, что можно сделать и где это все можно запасти? Ну, можно запасти в главном корне, и тогда ты корнеплод. Можно запасти в боковых или придаточных корнях, и тогда это корневые шишки или корневые клубни. Я не люблю говорить корневые клубни, потому что дальше вы начинаете путаться. Лучше запомните корневые шишки, так проще. Ну и, конечно, есть исключения. Если ты георгин, то тебе можно все, потому что ты крутая штука. Значит, сначала поговорим о корнеплодах. Вы помните, что корнеплод по своей структуре, тело корнеплода, растение корнеплода состоит из трех частей. Значит, у нас есть гиппокотель. На гиппокотель заканчивается укороченным стеблем, который несет розетку листьев. Эти листья активно сообщаются с солнцем, и, соответственно, все питательные вещества, они запихивают главный корень, который и разрастается, и, собственно, запасает самую вкусняшку. Значит, где конкретно можно запасти вкусняшку, если ты корнеплод? Значит, первый вариант – это вы запасаете в витальных элементах ксилемы, и тогда ты там редиска, редька. Кстати, я столкнулась с тем, что в англоязычной литературе сложно отличить редьку от редиски. То есть они плохо ее отличают. У нас это разные слова, а у них там либо редиш, либо блэк редиш. Вот. У меня возникли проблемы с этим. Второй вариант – это витальная перенхима флоемы. И тогда ты морковка, петрушка, и все же этим связано. Либо ты свекла. Потому что у свеклы не все, как у людей, ей законы не писаны. Вот это классическая картинка, которую, я уверена, все вы прекрасно знаете. Ну, есть аналогичные картинки из учебника Людмилы Ивановой. Это, по-моему, то ли из учебника Александра Константиновича Тимонина, то ли, по-моему, из какого-то учебника для педвузов. Что-то в этом роде. В общем, это классика. Ну, здесь мы более-менее все с вами видели. Мы это уже с вами разбирали. Как вы видите, вселенных элементов здесь мало. То есть непосредственно водопроводящих элементов мало. И мы по этому можем судить, что самая главная функция – это создание витальных элементов. То есть если у ходульных корней фикуса, которые образуют живые мосты, и вот эта вот вся часть была как бы поделена на отдельные зоны, да, и при этом было мало проводящих элементов, то здесь никакой механизации этих тканей нет. Они все живые, потому что главное – это запасти питательные вещества. Ну, вот так вот выглядит то же самое, только на простом срезе. Это такая редиска, у которой антоцианы проникают в паренхимные клетки. Вопрос к вам. Это как бы этот корнеплод запасает питательные вещества в паренхиме ксилемы или в паренхиме флоемы? Как вы думаете? Короче, это ксилемный корнеплод или флоемный корнеплод? Больше на флоему похожи. Так, еще раз, Настя, скажите. Больше на флоему похожи. Да, 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 совершенно верно. Это флоемный корнеплод. И как вы думаете, кто это? Ну, петрушка? Нет, 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 это не Петруха. Редька. Ну, какая редька-то? Что-то, лук. Машенька, лук – это не корнеплод. Редька, морковь. Да, это морковь, совершенно верно. Вот она морковка. Давайте посмотрим, что мы с вами видим. Вот это все – это ксилема. Вот где-то вот так вот проходит камбий. Дальше вот это все – флоема. А дальше, видите, вот эту вот часть. Вот ее можно назвать, например, вторичной корой. Ее, в принципе, можно назвать вторичной корой. Давайте перейдем на предыдущую фотографию. Посмотрите внимательно. Значит, вот это все – ксилема. Вы видите здесь покрашенные вот эти вторичные ксилемные элементы. Вот это вот утолщенное, плотно голубоватое – это, скорее всего, камбиальное кольцо. Дальше вот этот вот весь объем – это все флоемные, вторичная флоема. Посмотрите внимательно. Вы видите вот эти вот инициальные ряды. Они здесь четко прослеживаются. И есть вот эти вот хаотичные формы клетки, которые как бы образованы, ну, явно… Ну, создается ощущение, что они образованы не из одной инициали. Теперь посмотрим вот на эту фотографию. Вот на эту фотографию. И вот то, что образовано, то, что мы назвали вторичной корой, вот оно, вот оно, видите? Вот так сейчас. Давайте я сделаю указатель, цвет, где? Вот. Посмотрите, пожалуйста. Вот это вот все, такое неплотное, как будто неоднородного цвета, это все вторичная кора. И здесь, во вторичной коре, у морковки встречаются вместилища с их запахами. А почему, когда я морковь в редиску режу, я клеток не вижу? Они слишком маленькие. Да, да, вы не видите клеток, они слишком маленькие, но при этом, внимательно посмотрев на морковку, вы можете увидеть зоны. Собственно, вот эту фотку я сделала у себя на кухне, я взяла морковку, я ее порезала, и вот, собственно, получилось, что получилось. Ну и, как вы понимаете, самое наружное, вот это вот, да, самое наружное, и вот оно, вот оно же здесь же, это перидермальные элементы. Так, едем дальше. Вот все то же самое, да, все как это утолщается, в зависимости от корнеплода, да. Значит, если ты свекла, то у тебя дищинское месиво, да. Если ты редька, редиска, то у тебя ксилемная история, если ты морковка, то у тебя флоемная история. Ну, такая классная картиночка. Теперь перейдем к свекле. Я уверена, что вы все прочитали уже раздел учебника Людмилы Ивановны Лоутовой, которая про все это рассказывает, и вы знаете, что свекла, ту свеклу, которую мы едим, ее не совсем честно называть корнеплодом. Ее корректнее назвать, на самом деле, клубнем. Причем клубнем не корневого происхождения, а клубнем стаблевого происхождения. Но есть другие виды и подвиды свеклы, которые имеют честный корнеплод, имеют честную утолщитель мяу, честную утолщитель корня. Значит, первый вариант свеклы – это сахарная свекла, и мы видим вот здесь безумное количество боковых корней, то есть вот эти артостихии образования боковых корней. По-моему, у свеклы две артостихии на 180 градусов относительно друг друга. То есть это честный корнеплод по чесноку. Второй вариант – это кормовая свекла, у которой частично утолщен корень, а частично утолщен гиппокотель. Вот эта вот наружная часть, которая более серая, потому что над землей, вот это вот, да, вот это вот все, это утолщенный гиппокотель. А та свекла, столовая свекла, которую мы с вами едим, у нее большая часть, большая масса – это утолщенный гиппокотель. Гиппокотель. И лишь маленькая часть – это от корня. Значит, как происходит все это утолщение? Как в свекле происходит вот этот одищенский ад, который мы видим. Потому что у свеклы питательные элементы запасаются и в паранхиме ксилемы, и в паранхиме флэемы. А у кормовой? А что такое гиппокотель? Сейчас про гиппокотель расскажу. У всех свекол так, как я сейчас опишу. У них у всех так. Значит, что такое гиппокотель? Итак, у вас есть корешочки. Дальше у вас есть стебелечек, который заканчивается семидолями. Дальше у вас продолжается стебелечек, и он заканчивается настоящими листьями. Значит, вот это вот листья – это семидоли. Междуузлия от корня, а место перехода корня в стебель называется корневая шейка. От корневой шейки до семидолей – это гиппокотель. То есть фактически гиппокотель – это самое первое междоузлие, самый первый кусок стебля. Междоузлия от семидолей до настоящих листьев называется эпикотель. Если по-русски, то гиппокотель – это подсемидольное колено, а эпикотель – это надсемидольное колено. Вот и все. Короче, гиппокотель – это самый-самый первый кусок стебля до семидолей. Значит, как происходит вот это вот дищинское утолщение? Значит, все начинается в перицикле. Значит, перицикл наружу откладывает филоген. Мы уже с вами выяснили, что филоген будет образовывать перидерму. Это мы с вами выяснили. Под себя перицикл откладывает добавочный камбий. То есть он делится, и из этих клеток образуется камбий. Что делает этот добавочный камбий? Значит, этот добавочный камбий над собой выделяет второй добавочный камбий, а под себя он образует паренхимные клетки, которые потом превращаться, соответственно, в проводящие элементы. Второй добавочный камбий над собой сделает третий добавочный камбий, а под себя он сделает те же самые паренхимные клетки, которые в итоге приведут к образованию проводящих элементов. Теперь давайте смотреть, как это все на срезе выглядит. Значит, вот у нас исходные ксилемные элементы. То есть вот это вот то, что я сейчас закрашиваю, это первичная ксилема, причем она диархная, потому что вот он, раз паренхимные лучи исходные, вот два паренхимные лучи. Но это так. Значит, все оставшееся – это первичный, как бы первый этап вторичного утолщения. Вот у нас вся вот эта ксилема образовалась. А дальше у нас образуются вот эти вот слои. Раз слой, два слой, где он сейчас? Три слой и так и далее. И как вы понимаете, перецикл будет не здесь. Перецикл окажется где-то вот здесь вот. Почему? Потому что давайте смотреть на схему. У нас отложение добавочных камби всегда оказывается как бы под перециклом. И это означает, что с течением времени наш перецикл постоянно отодвигается наружу с заложением еще и еще одного добавочного камбия. Более того, все это со свеклой происходит за один год. То есть вы в апреле посадили свеклу, к августу, когда вы собираете урожай, у вас уже внутри свеклы вот то, что вы видите на этом рисунке. То есть это все происходит за один год. То же самое, как у редьки, у морковки и так и далее. Это вторичное утолщение происходит за один год. Ну и понятно, что снаружи у нас передермальный элемент. Тут все более-менее понятно. Ну и последнее, о чем мы с вами сегодня поговорим, это корневые клубни или корневые шишки. Сразу скажу, лучше, ребята, запоминайте, корневые шишки так проще. Значит, обычно корневые шишки это видоизменение боковых и предаточных корней. Но как мы выяснили, если ты георгин, то тебе можно все. Потому что у георгина и главный корень перерождается в эту корневую шишку. Но только у нее или у него. Потому что я не очень понимаю, кто-то говорит георгина, она, а кто-то говорит георгин, он. Как правильно? Не знаю. Самое главное, что там запасаются питательные вещества, но у некоторых... То есть, например, вот это вот корневые клубни, в общем, это все георгины. Это у нас георгины. Где-то слово георгины или а, не знаю, как правильно. Значит, они используют эти корневые клубни для того, чтобы запасать питательные вещества и на зиму все это пережидать. Потому что, как вы понимаете, надземная часть совершенно спокойно отмирает. И как бы все... Но есть, например, ядрышник, у которого мы всегда обнаруживаем только две корневые шишки. Значит, корневая шишка, которая... Так, что у нас там написано? Не надо вот этого георгина, георгини просто, Гоша. Значит, мы всегда обнаруживаем две корневые шишки. Корневая шишка номер... Так, надо мне нужно красненького цвета сделать, потому что не видно красненький. Значит, вот она. Большая это корневая шишка номер один. И вот это вот такая скухоженная, как изюмчик, корневая шишка номер два. Корневая шишка номер два образовалась в прошлом году. И по весне все питательные вещества из этой корневой шишки перешли в надземную часть для того, чтобы образовать вот эти вот листья, там, цветок, ну и дальше по схеме. В этот год, в этот вегетационный период, то есть за все лето, пока эти листочки фотосинтезируют, у нас образуется корневая шишка номер один, которая к концу осени будет максимально толстой и здоровой. Почему? Потому что она нужна для того, чтобы все питательные вещества, которые запаслись, помогли пережить зиму. Дальше по весне из этой корневой шишки номер один все питательные вещества перейдут вновь образованную вегетативную надземную часть. То есть у ядрышника, у них немножко другой принцип. У них ты создаешь одну корневую шишку для того, чтобы пережить зиму. У георгины это не так. У них они делают как можно больше, и тогда эта конструкция является более стабильной. У кого-то они полиравномерные, у кого-то менее равномерные. Итак, на этом мы с вами заканчиваем. Про корни мы с вами поговорили, все, что можно. Значит, следующее. У ожига написано... Ой, кто-то пользуется словарем ожига. Он у меня тоже есть такой горчичного цвета, оболожки. Георгин, мужской род. У ботаников георгина, женский род. Я же говорила, как иезуиты. Так, следующее наше с вами занятие будет... 6 плюс 7. Ребята, 6 плюс 7. Не моё, математика не моё. 13. Значит, 13 декабря мы с вами встречаемся. В общем, отдельно сообщу, если я вдруг решу на следующем занятии сделать этот тест. Но, скорее всего, не на следующем занятии. Повторите, пожалуйста, про свёклу. Про свёклу сейчас повторю. Хорошо. Значит, на следующем занятии у нас с вами будет тест по видоизменениям корней. Не знаю, как я его сделаю, в виде фотографии или в виде чего. Но, в общем, как-нибудь я вам его сделаю. Так, давайте я вот что сделаю. Я сделаю пустой слайд. И мы с вами сейчас... Я на пустом слайде вам нарисую, как откладывает всё вот это свёкла. Значит, смотрите. Давайте я тогда вам нарисую. Если я правильно, Евгений, поняла ваш вопрос, то вы спрашиваете меня, как последовательно, что закладывается. Если я... Уточните, правильно ли я поняла ваш вопрос. Да, окей. Значит, смотрите. Буду рисовать всё одним цветом, но максимально подписывать. Итак, мы начинаем с вами... Ой, пардон. Указатель, фломастер. Значит, мы начинаем с вами с перицикла. Перицикл. Значит, наружу перицикл откладывает... Мы его нарисуем зигазулиной. Филоген. Фил-ло-ген. Как мы уже с вами выяснили, филоген будет образовывать перидерму. Значит, под себя... Под себя... Я вот сюда нарисую. Значит, перицикл откладывает... Нарисуем крестиками. Первый добавочный камбий. Этот первый добавочный камбий под себя сделает паренхиму. Па-рен-хи-ма. А над собой он сделает второй... Ладно, давайте опять же крестиками. В общем, крестиками на широком расстоянии. Вот так вот. Это будет второй добавочный камбий. Значит, из паренхимы у нас будет образовываться ксилема, флоема и, собственно, просто паренхима. Ну, то есть просто паренхимные элементы. Потому что, как вы помните, образование вторичной ксилемы и вторичной флоемы требует не только ксилемы и флоемы сопутствующих паренхимных элементов, но и заложение дополнительной паренхимы, которая будет образована из межпочкового камбия. Но здесь это будет сложно, конечно, с межпочковым камбиями. Неважно. Короче, дополнительный просто объем паренхимы для того, чтобы контролировать в 3D-е структуру все это дело. Что у нас дальше происходит? Мы возвращаемся к нашему второму добавочному камбию. Второй добавочный камбий кнаружи от себя, то есть уже непосредственно под перициклом, заложит... Давайте сердечки нарисуем. Третий добавочный камбий, а под себя второй добавочный камбий отложит... Давайте амурские волны. Паренхиму. Это паренхима переродится в ксилему, флоему и еще паренхиму. Третий добавочный камбий наружу от себя сделает четвертый добавочный камбий, а под себя паренхиму. То есть возвращаемся вот к этому нашему срезу. Значит, смотрите, что мы видим. Вот разберем самое ярко выраженное вот это вот кольцо. Это будет самым древним, то есть вот это, скорее всего, вот эта вот граница, да? Вот эта вот граница. Это, скорее всего, первый добавочный камбий, который под себя отложил ксилемные элементы, а над собой отложил флоемные элементы. Ну, потому что вот это вот явно флоемные механические волокна, просто они мелкие. Дальше между ними, между вот этими флоемными волокнами и следующим рядом ксилемных волокон, есть какая-то прослоечка паренхимы. Да? Вот эта граница явно второй добавочный камбий, который под себя отложил ксилему над собой флоему. И вот она, еще один кусочек паренхимы. Вот это третий добавочный камбий, как вы видите, здесь ксилемных элементов вообще практически нет. Вот, то есть максимальный объем, главное сделать паренхиму. Ксилемную паренхиму, флоемную паренхиму, просто паренхиму. Значит, все они будут запасать питательные вещества. Окей, понял. Рекурсия, короче. А, да, да, да. Вот это слово, да. Вот это вот замечательное слово. Да. Так, ну что, на этом все. До свидания. Можно, пожалуйста, еще раз на секунду показать ваш рисунок. Сейчас, Маша, подождите, это не так просто. Демонстрация экрана. Вот этот? Вот эти мои каракули. В идеале, конечно, все разным цветом рисовать, но мне долго переключаться между цветами. Это не рисунок, это биологический авангардизм. Да, да, да. Я художник, я так вижу. Да, совершенно верно. Ну, то есть, когда вы это все разноцветными маркерами на доске вы рисовываете в виде клеточек, вот это понятно.